всем большой привет у нас сегодня 30 декабря предпоследний день уходящего 2015 года и в этом видео я немного вам расскажу о новом годе в америке о том как американцы к нему относятся как они его празднуют расскажу о наших планах о наших прошлогодних опытах вообще как видите у нас довольно таки серо сегодня так как всю ночь и весь день продолжает идти дождь это дополнение к тому что и так нет атмосферы праздника так как главный праздник году для американцев это рождество уже прошел 25 декабря все зеваки бегали докупали подарки которые не успели 23 24 вместо того как у нас в разе это делают 29 30 а иногда и 31 числа в общем многие также снимают уже рождественские украшения со своих домов некоторые даже уже избавились от елок это я знаю по опыту когда работала у одних моих клиентов была пожилая пара но у них были дети куча внуков которые к ним приезжали именно на рождество а 26 числа всегда уезжали и 27 они уже убирали елку и снимали все рождественские украшения внутри все рождественские товары 26 декабря были уже выставлены магазинах на сейл 50 процентов офиса всего само собой я побежала купила себе и оберточную бумагу и пакеты для упаковки подарков и еще кое-что чтобы уже в следующем году об этом не париться я если я не сэкономлю на таких товарах сегодня мой муж и он работает на государственной должности работает до трех часов как раз сейчас я еду забирать сегодня без машины а вообще он не говорю что по идее не должны были работать до 31 до обеда но видимо отпустили пораньше на работу ему по моему выходить 2 числа дети в школу наши идут у нас юг миссисипи 5 января на каникулы они ушли по моему числа очень многие американцы вот как раз таки на этот период времени с рождества по новый год берут отпуск и едут к моему семьей очень распространены поездки в орландо но поскольку орландо к нам ближе чем калифорния в дисней волк едут туда примерно на неделю кстати вот в этом году знакомые ехали только аренда отеля на на неделю вышло полторы тысячи долларов кстати где-то прочитал недавно что если вы гуляете по бруклину в нью-йорке в новогоднюю ночь особенно ближе 12 часам и видите свет в некоторых окнах это значит что русские отмечают новый год потому что далеко не все американцы досиживают до 12 часов до боя куранта чтобы открыть петухи шампанского либо просто элементарно поздравить друг друга с новым годом позвонить друзьям родственникам есть здесь к этому относятся гораздо проще как я рассказала основной праздник году это рождество который проходит 25 числа мы же за шесть лет что я здесь уже живу несколько раз ходили в гости к русским в этом году кстати мы тоже идем в гости к русскому знакомому денис он здесь уже достаточно давно 20 назад приехал из москвы нас будет компания человек 11 и русские и американцы три года назад мы с друзьями ходили в ресторан в новогоднюю ночь а непосредственно в 12 часам поехали в казино в одно из главных казино у нас на побережье а у нас их 12 если помните и как раз таки вот их 12 часам мы попали непосредственно зал где все стоят автомата игровой зал казино там есть и рестораны и кафе и ночной клубы как раз таки чтобы попасть в клуб надо пройти через игровой зал и за минуту до боя курантов один громкий голос согласен что пожалуйста все перестаньте на минуту играть знаете такая тишина вы больше не слышите звон игральных автоматов вы не слышите как нажимают на кнопки игровых автоматов в 12 часов пробили куранты а девочки с подносами вынесли по бокалу шампанского для каждого и в 12 часов 30 секунд уже практически все продолжили играть то есть для многих новогодняя ночь здесь ничем не отличается особенным от всех остальных ночей когда люди проводят время так как им нравится каждый раз когда вы здесь идете в гости практически каждый раз как будто в нашем случае когда мы завтра пойдем начать новый год нужно принести одно блюдо я буду готовить салат салат очень вкусный видео о нем я выставлю уже в следующем году это мой самый любимый салат и если встает вопрос что я больше хочу приготовить оливье или его я выбираю его и необходимо принести также свой алкоголь но это здесь как бы праздник вы не шли вынесете свой алкоголь к большому сожалению видео которое я выкладывала чуть позже недели назад об украшении домов коротенькие видео которое я снимала в парке где играла музыка где было огромное количество огней все было украшено и музыка играла в ритм точнее огни переливались в ритм музыки было очень красиво но видео было заблокировано во многих странах я предполагаю почему за это извиняюсь очень жалко что не все увидели ту красоту которую очень удивилась увидеть мне на сегодня пожалуй все получился такой небольшой апдейт наши новости всем пока